Для меня действительно Стас, как я уже говорил, основоположник всех понятий, правовых даже, я могу сказать, потому что многие понятия эти есть в договоре на дизайн-проект, хороший, правильный договор на дизайн-проект, к которому работает и моя студия, студия Design Art Vision, город Новосибирск. И уже многие годы мы работаем абсолютно защищенно, и там тоже есть такие важные понятия, которые в свое время, видимо, в наше правовое поле запустил Стас. Очень круто, очень здорово. Всем привет, я какую-то презентацию специально не готовил, потому что хотелось пообщаться с вами лично, тему я достаточно хорошо знаю, информацию буквально 2-3 минуты, чтобы мы просто были на одной волне. Я дизайнер 17 лет, у меня стаж, работаю с частными клиентами, с корпоративными клиентами, я в своем офисе, это мои проекты, которые делаются, консультирую ребят в партнерстве с Светланой Котлаковой и Максимом Вересовым, создали дизайн-конференцию. Основные мои направления, я работаю с владельцами недвижимости, собственно, у меня студия дизайна, где я реализовываю то, о чем я рассказываю, поэтому я не теоретик, а делаю практически все вещи, и все, что я рассказываю, это все пройдено, собственно. Все, что у меня есть в плане достижений и результатов, оно благодаря дизайну интерьеров и правильным в нем действием. Я хочу вам эти действия, образ мысли, наверное. Супер, я каким-то стратегиям научить сегодня не смогу, но образ мысли постараюсь передать. Для профессионалов, у меня сейчас отдельная программа, я помогаю расти в доходе, мне эта тема тоже стала интересной, тема сейчас не об этом, но в целом это возможно. Для предпринимателей, для поставщиков, для дизайнеров, с нуля тоже профессию учу, и для инвесторов. Недавно мы запустили еще один интересный проект, это ресторан в Сангапуре, который для меня тоже был интересным таким опытом, сейчас я в нем работаю. Промотаю дальше быстро самопрезентацию. Моя история, занимаюсь в том числе объектами недвижимости городского масштаба. Принципы у меня есть определенные, которые я сформировал, в том числе комплектацию. Да, у меня есть вот книга, я ее подготовил специально, многие из вас ее читали. Все принципы работы комплектации, работы с клиентом, с подрядчиками, все сложности, которые возникают, я изложил в этом документе. Вообще тема комплектации, она родилась достаточно спонтанно, так же, как и сейчас мы общаемся с вами, у меня было общение с коллегами, с нашими дизайнерами, и мы обсуждали многие вопросы, которые вы сегодня тоже задаете. Это было в 2014 году, первый раз я о ней рассказал о комплектации, как системе именно на Мосбилде. И тогда родилась вот эта концепция, а неплохо бы придумать такую схему, в которой бы и клиенты, и подрядчики, и дизайнеры правильно между собой взаимодействовали, чтобы дизайнеры зарабатывали достойные деньги, чтобы клиенты получали качественные услуги, чтобы было понятно, что из чего состоит по документам, и чтобы поставщики тоже как бы правильно в этом всем взаимодействовали, платили агентское вознаграждение. Все это дело мы объединили в некую систему, я провел несколько курсов по этой теме, и много людей обучил по данной программе, наверное, человек 500 точно, да, то есть вот нас сейчас здесь 500, а у меня там за несколько лет тоже очень много людей прошли эти курсы. Вот, поэтому я знаю о комплектации все практически, и вам сегодня тоже покажу, расскажу. Значит, что хочется сказать, давайте начнем с комплектации, и с ваших вопросов, я тоже их вижу, сейчас будем обсуждать. Если очень глобально, то комплектация, авторский надзор и управление строительством, вот эти три вещи, это послепроектные услуги. И очень важно для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы правильно работать с клиентом, для того, чтобы клиент платил за каждую эти услуги, для себя в голове ментально их разделять. Это очень важный такой параметр, потому что как только мы можем отделить комплектацию, авторский и управление от дизайн проекта, поставить границу, где начало и где конец, мы можем выявить ценность каждой этой услуги. Ведь услугу мы делаем не для того, чтобы она просто была, мы ее делаем для того, чтобы клиент получил определенную пользу и сэкономил деньги, например, либо получил какое-то новое интересное решение, либо получил больше пользы, чем он заплатил. Это суть предпринимательской деятельности, правильной, экологичной предпринимательской деятельности, когда мы стараемся дать больше, чем клиент заплатил. Если это у вас так, если вы к этому стремитесь, тоже можете поставить плюсики в чат, что да, вы за это. И разделение этих частей как раз-таки у нас на составляющие – это и есть у нас основа, основа нашего правильного и грамотного подхода. Что нам это дает в практическом плане? Давайте сейчас немножко общие вещи, а потом перейдем к конкретике, к частности. Когда мы делим эти все услуги на составляющие, мы понимаем сами ценность каждой услуги, мы можем объяснить клиенту, зачем она нужна, мы можем поставить границы, и это помогает нам продавать. Когда клиент видит нашу уверенность, нашу правильную позицию, что мы не теряемся, что когда клиент спрашивает, а почему я должен здесь за это платить, мы знаем, как на это ответить. Мы знаем, что его не надо убеждать, допустим, должен он или не должен. Мы знаем, как рассказать ему, какие варианты возможны. И от этого клиенту создается впечатление, он же не знает, как будет в итоге. Мы работаем только впечатлениями, и клиенту создается впечатление, что перед нами эксперт, перед ним, что мы эксперт являемся, и тогда ему очень легко купить, потому что клиенты любят покупать у тех, кто разбирается в деле. И помимо того, что вы замечательный эксперт в плане дизайнера, помимо того, что вы умеете и так делать комплектацию, авторские управления, если сейчас мы и так все равно это делаем, это у нас все смешано. Концепция комплектации, которую я представляю и которую, собственно, удалось описать в этой методичке в книге большой, она заключается в том, что мало знать, надо разделять и показывать, и тогда у нас будут покупать. Мы, когда придумали такую вещь, мы стали, естественно, пробовать, то есть первый раз я попробовал это у себя, у меня были продажи такие, что 700 метров дом я делал, ну, чтобы было понимание, да, ой, не 700 метров, простите, 270 метров стоило мне 700 тысяч, я просто цифры помню, это был мой первый такой проект, который я провернул именно по этой схеме. Клиент не понимал, почему он должен дополнительно заплатить, по-моему, миллион, около миллиона еще дополнительно должен был заплатить за сопровождение, вот, он просто не понимал. Вот, мне пришлось это расписать, рассказать, доказать в цифрах на бумаге, предоставить ему, и он тогда сразу сказал окей и перевел деньги буквально через 10 минут. То есть вопрос именно объяснения ценностей и вопрос тех рисков, которые у него возникают. Вот, это очень важная вещь. И этот проект мы реализовали, сделали, все классно, мы проработали тему комплектации и, значит, всю правильную последовательность, которая тоже легла вот в основу нашего курса, который мы делали, и в основу книги, которую я сегодня показываю. Вот, это первая часть. Вторая часть, что очень важно, что нам дает правильное понимание комплектации, это работа с подрядчиками, со строителями, когда вы что-то не знаете. Невозможно все знать. Я, допустим, специально не лезу в какие-то там новинки, нюансы, чтобы... Потому что я считаю так, что если ты знаешь что-то, и ты отвечаешь за это, ты берешь за это деньги, и у тебя это записано в договоре. Если это так, то ты должен знать по этой теме все. Если, условно, тебя не спрашивают, какой смеси или какой марки бетона надо там смешивать, это не наше дело. Мы можем это знать, можем знать, но говорить и отвечать за это мы точно не должны. Это должен делать строитель. То есть так, в принципе, можно и говорить клиенту, или строителю, что это ваша задача. То есть давайте, если я это буду решать, тогда я буду за эти деньги брать. Важная очень вещь. То есть распределение обязанностей. В этом случае никто никогда из подрядчиков не попытается никак вас умыкнуть или сказать, что вы что-то не знаете. Вы то, что знать должны, знаете идеально. У вас есть методичка, у вас есть последовательность. А что вы не знаете, вы просто распределяете и ставите ответственность человека за это. Эта штука тоже очень сильно ценится клиентам. Сегодня спрашивали, я уже видел, как продавать комплектацию. На самом деле все, что я сейчас рассказываю, это и есть продажа комплектации. То есть именно понимание, что где и как, и какая ценность является для клиента. Так вот, даже когда клиент видит, что вы отказываетесь брать на себя какую-то работу, он не думает, что вы не эксперт. Наоборот, что для многих прозвучит очень необычным и странным, когда вы что-то отказываетесь делать и объясняете почему, и либо говорите, что я буду это делать, но тогда управление или такие-то инструменты, значит, мне нужно будет взять от вас образы правления. Я готова посредить за строителями, если вы назначите меня управляющим. Выделите на это бюджет и выделите на это инструменты, чтобы я могла управлять. Тогда уже сами вы не лезьте. То есть управляющий один. Вот это тоже должен распределить дизайнер. И казалось бы, при чем тут комплектация, а при том, что оно соединено, оно вместе связано. И комплектация, управление и авторский надзор. И это вот очень важная такая часть, без которой тоже тяжело работать. Это вторая часть. С подрядчиками тоже многие не понимают, как правильно работать, как получать деньги с подрядчиков. Да, кстати, по нашей методике вы получаете легко и непринужденно деньги и с подрядчиков, и с клиентов. И это справедливые деньги и правильные деньги. То есть вы работаете и на клиента, и дополнительно получаете агентские вознаграждения. Это нормально. Здесь уже каждый может по-своему подумать, хочу ли я отдать эти деньги клиенту или не хочу. Это уже ваше право. Но по документам, по финансовой модели, по работе студии вы эти деньги все равно каким-то образом видите. А дальше, если ваше конкурентное преимущество, допустим, перед другими является, что вы отдаете, делитесь с клиентом, это ваше право. Но формально по бумагам вы все равно должны понимать, откуда идут какие ресурсы. Это я сейчас немножко говорю про создание студии. Но если мы в дизайне не только ради того, чтобы что-то делать и как-то получать, а ради того, чтобы развиваться, строить фундамент, привлекать лучших сотрудников, то вы обязаны зарабатывать деньги. Вот кто считает, напишите мне, интересно даже, кто считает, что деньги важная часть, и в принципе творчество классно, но было бы очень важно и здорово зарабатывать побольше в этой теме. Если это так, то вот это про вас, то есть вы обязаны это знать. Не то, что как бы можно знать, а может быть нет. Нет, вы должны разбираться в этом досконально, потому что все, что я говорю, это именно про оплату нашего труда. И оплата нашего труда, почему мы должны брать деньги? Потому что деньги брать хорошо. У многих тоже на это есть такой как бы стопор. Я очень много общаюсь с дизайнерами, сталкиваюсь. Ой, ну как это так? Значит, почему я буду продавать? Почему я буду с клиента брать деньги, а потом еще с поставщиков? Да, деньги вы должны получать. Для чего? Для того, чтобы обеспечивать должный уровень качества. Не потому, что вы жадные, а для того, чтобы нанять лучших сотрудников, для того, чтобы работать с лучшими комплектаторами, чтобы иметь возможность работать с лучшими подрядчиками, поставщиками, чтобы постепенно выходить с эконом-сегментов с однокомнатными квартирами на нормальные дома, на трех-четырехэтажные, где у вас есть там, где развернуться, вообще площадь есть. Чтобы вы делали спальню не по 20 метров, а по 80 метров. И пусть у вас будет проблема, как площадь лишнюю задействовать, нежели как там пытаться уместить все на пяточке. Вот для чего этого. Именно это выводит нас на новый уровень. Я немножко сегодня про клиентов тоже сразу иду, но это именно то, что двигает нас дальше. Я же не какой-то там особенный, чтобы вы понимали. Я как бы просто делал правильные вещи, думал, проставил правильные системы, постепенно просто менял мышление и двигался именно в этом направлении. Сначала фундамент сделал, потихонечку двигаешься. Соответственно, так же и прошел путь с чертежника, визуализатора до руководителя студии, своей школы, автор систем многих и вообще понимания философии, психологии, вообще всего этого. Такой путь вы тоже можете пройти. И, надеюсь, если вы здесь, то вы его тоже хотите пройти. И сегодня мы тоже об этом поговорим. Хорошо. Ну, вот это вот вводная такая часть. В общем, первая, значит, важная вещь. Комплектацию надо делить. Давайте еще раз подытожим, что я сейчас рассказал и перейду к ответам на вопросы. Первое, комплектацию делим. Второе, комплектация очень важна. Важна, потому что вы должны зарабатывать деньги. Третье, деньги брать за комплектацию надо. Значит, четвертое, чтобы брать деньги за комплектацию, надо понимать, как объяснить и как продать клиенту. И пятое, одна из важнейших частей, которые тоже у нас описываются, кстати, вот в нашей книге, методичке, да. Когда ты продал, теперь тебе нужно ее сделать, сделать по системе. Потому что мало взять денег, надо провести, чтобы не накосячить. Косяки у меня были, сразу скажу. Сегодня тоже могу про них рассказать. Когда я делегировал комплектацию, сам еще не разобравшись, я знал, как надо делать, но не до конца успел научить сотрудников, которые это делали. И там были ошибки. И более того, еще одну вещь вам скажу сейчас, что ошибки, они неизбежны. Сколько мы не делали комплектации, не бывало, что происходило все гладко. И это нормально. И к этому можно быть готовым готовить себя и готовить клиента. Это тоже хорошо. То есть, да, у нас будет ошибка. И да, это запланировано. И да, мы с этим разберемся. Все будет нормально. То есть, не переживай. Не брать личной ответственности. Говорить, мы сделаем все, что возможно. Но если будут ошибки, ну, будут, ничего страшного. Иногда, если вам платят за ошибки деньги, ну, то есть, вы берете деньги, и вы покрываете эти ошибки, условно, из своих денег. Это тоже возможно. Я обычно... Ну, можно выкупить там лишний материал, если вы где-то ошиблись, либо какой-то предмет мебели, интерьера. Как правило, эти ошибки все равно не критичны. Потому что вы закупаете по нормальной цене, чаще всего вы можете сдать лишнее поставщику. Если это невозможно, то вы себе забираете, можно на Абиту выставить. Ну, то есть, в целом, это не такие потери. Это все покрывает слегкой те деньги, которые платит нам клиент. Абсолютно точно. Вот. У меня есть все цифры, все расчеты, в общем, все детали есть. И последнее, давайте здесь финальное мысль. Передем к вопросу. Спасибо, вижу, много накидали. Да, у нас подключились люди. Напоминаю, что кто недавно подключился, ссылку давайте я дам. Сейчас в чат. Кидайте мне ссылку в чате. В чате я буду потихонечку читать и отвечать. А в чате зума давайте переписка между собой, может быть. Так, значит, важно, в общем, зарабатывать на этом деньги и позволить себе это делать. Тогда все будет хорошо. Давайте перейдем тогда к вашим вопросам. Как разделить этапы подбора материалов и мебели на этапе 3D и комплектации, если заказчик не заказывает эту услугу? Спрашивает Наталья Стешкович. Наталья, отличный вопрос. Смотрите, есть такая особенность, что вы дизайн-проект делаете такой, как вы согласовали с клиентом. Именно по образцу. Это очень важная часть. И если у вас в образце показана максимальная детализация по комплектации, и у вас является это услугой, вы это показываете, рассказываете клиенту, что так и будет, то вы делаете, значит, это. То есть именно там внутри. Обычно имеет смысл не детально проработать какие-то части. К примеру, допустим, ты указываешь, что у тебя из дуба покрытие, например, пола. Ты не указываешь какой-то конкретный артикл, допустим, цвет. Например, пишете, что цвет, например, натурал. Но какой это будет дуб, какой будет материал, ты указываешь уже после на стадии, уже когда будете делать комплектацию. Если клиент с этим не согласен, вы указываете, как есть, сразу же подбираете все, как нужно по бюджету. Если согласен, то вы эту часть удаляете просто из состава услуг и переводите на стадию реализации. Это зависит от того, как вы договоритесь. Это индивидуально. То есть можно и так, и так. Как мы обычно делаем. Я обычно в проекте показываю материалы без цен, без артикулов конкретных, но с наименованием по 3D, чтобы было видно, что вот такой-то материал мы покупаем. Соответственно, на эту сумму мы можем уменьшить стоимость проекта, но потом ее доработать на следующей стадии. Если клиент планирует реализовать, ему выгодно сделать на следующей стадии. Почему? Потому что там у него уже будет больше понимания, как сочетаются материалы. По картинкам нужно все равно сравнивать, как сочетаются разные элементы. На объекте, понимаете, нужно смотреть. Как разделить подбор материала и мебели? Так и делите. Все, что вы хотите использовать в проекте, все, что считаете необходимым именно указать артикул, указывайте. Все, что не хотите и о чем договорились с клиентом, не указывайте. Это зависит от вашей договоренности. Способ. Каждый здесь выбирает индивидуально, вот что могу сказать. Могу рассказать, как у нас, или показать, но, опять же, как у нас, не факт, что вам такое подойдет, потому что у всех разные концептуальные подходы к работе. Это и есть суть того, как вы должны выбрать. Как продавать комплектацию, не продавая? Вопрос номер два. Юлия спрашивает. Вопрос достаточно такой комплексный. Давайте уточним, что не получается или где не получается. Вот, и тогда я на него отвечу. Потому что если взять тему, как продавать комплектацию, не продавая, это тема там на час, потому что там очень много нюансов. Просто сейчас давайте более конкретные вопросы. То есть где, в каком моменте, не получается, что. Когда кто-то что-то говорит, либо когда кто-то что-то не покупает из жизни пример. И я тогда уже отвечу. Иначе еще одну лекцию придется рассказать. Дадите ли таблице шаблон для процесса своих лекций? Нет, не дам таблицы. Если кто хочет внедрить и начать зарабатывать, то приходите. Есть платная версия. Я вас научу, доведу до результата. То есть конкретно вы продадите. Не научитесь или не узнаете, а конкретно продадите своим клиентам до результата. То есть пока вы не продадите на 500 тысяч рублей, мы не успокоимся. Например, вот так. Вот у меня такой формат работы. Просто так раздавать смысла не вижу. Зачем? Если хотите детали, вот есть книги. Можете за 3 тысячи купить. Там есть. Какие риски есть в комплектации? Что важно предусмотреть? Какая есть отточенная система организации работы? В комплектации есть и риски того, что вы потратите деньги клиента, и потом вам придется отдавать за что-то, когда поставщик... Когда вы не выполнили свою часть договора. И не укажете это в документах. То есть давайте так. Если вы сделаете все по документам правильно, ваш менеджер, ваш комплектатор, либо вы сами сделаете по документам все правильно и не ошибетесь в документах, то риски невелики. В принципе, их даже и нет. Риски связаны с ошибками, которые у нас же есть. То есть у нас в договоре написано, мы должны принять. А мы не принимаем. Поленились. Отдали прорабу на приемку. Соответственно, эти риски несем мы. Если вы делаете все по договору, он так сделан должен быть, чтобы все риски брал на себя клиент. А вы оказывали консультационные услуги, плюс услуги по приемке. Но если вы делаете свою работу по чек-листу, то в принципе рисков никаких. Но по факту они бывают, потому что риски связаны с ошибками. От ошибок никто не застрахован. Это нормально. Какой-то риск есть. Ну, какой, еще раз сказал, что вам придется выкупить чего-то. Это будет справедливо. Потому что клиент вроде как платит, да, и вы должны обеспечивать качество. Какие есть ограничения системы организации работ? А, отточенные. Какая есть? Есть система отточенная организация работ. Вот еще раз говорю, описано в этой книге как основа. А детально есть, ну, какая. Два месяца люди изучают эту тему. То есть это не... Есть система. Более конкретно задайте вопрос, постараюсь последовательно рассказать. Кстати, да, можем, если сегодня успеем, могу сказать именно последовательность, как надо действовать. Да, давайте я расскажу. Давайте сразу расскажу, почему нет. Смотрите, что мы делаем. Вот как я работаю на комплектации. У меня есть последовательность, я знаю, что делать. Я лично, как главный комплектатор, допустим, да, трачу на все это дело, ну, один-два дня. Что я делаю? Я беру проект, который у меня есть. Дизайн-проект. По которому я делю в первую очередь на составляющие. То есть отдельно пол, отдельно мебель, отдельно сантехнику, отдельно свет. Как правило, это у нас уже есть. Но это у нас есть в общей проекте. Что мне надо сделать? Мне нужно по разным подрядчикам разделить разные задачи по проекту. И сделать это так, чтобы они дали максимально быструю смету, не запутавшись. То есть это задача упаковки и задача презентации проекта подрядчику. Для этой цели у меня есть инструменты. Я могу разделить это все на части. Я могу скринами поделать. Я могу раскидать по папочкам. Я могу записать видео, инструкцию обращения. Дальше я записываю примерно 10 разных папочек, создаю. И следующая моя работа – отправлять поставщикам и подрядчикам запросы на коммерческие предложения. Дальше их систематизировать, потому что ты отправляешь 10 людей, и у тебя отвечает от силы 2-3 человека, остальные не отвечают. Даже надежные подрядчики не всегда отвечают. По разным причинам. Соответственно, тебе нужен менеджер, чтобы получать обратную связь. Из тех, кто отвечает, допустим, у них половина отвечает либо под ключ, либо что-то свое, либо что-то не учтено. То есть ключевая здесь важная вещь, чтобы каждый подрядчик ответил нам по нашему шаблону, заполнил наш шаблон. Для этого нужен обязательно менеджер, потому что люди не будут делать сами. Просто забудьте об этом, что ты отправил, и люди такие сидят, да-да-да, мне заказ. Нет, никто делать ничего не будет. Поэтому ключевая часть работы – работать с помощником. Соответственно, вы берете помощника менеджера, объясняете ему, что ему надо делать, как ему надо делать. И дальше его работа за 2 недели – собрать все коммерческие предложения. То есть вы поработали 1-2 дня как главный этот самый человек, а потом собираете данные. Если надо, надо съездить к нему. Если надо, позвонить надо. Результатом этой работы у нас получаются таблицы с коммерческих предложений от компаний, которые мы делим в зависимости от того, как договорились с клиентом, и делаем презентацию клиенту. Вот примерно такая схема. Заранее, естественно, заранее – это другая у нас ветка уже работы. Она заключается в том, что мы готовим в себе базу надежных поставщиков. Она у нас тоже есть. К нам люди приходят, в том числе, на дизайн-конференцию. Там надежные поставщики. Надежные, потому что рассказывают, показывают. Проверяем их туда заранее. И люди, которые не самые дешевые, но мы говорим сразу клиенту, у нас не будет самой дешевой. То есть комплектация – еще одна важная вещь – это не про самое дешевое, не про найти самое дешевое. Найти соотношение цена-качество. Потому что можно купить дешевле 2 раза, но с высоким риском. И эти риски мы на себя не берем. Либо это клиент берет на себя. Деньги купил на Авито, заплатил деньги на деревне дедушке. И потом забыл об этом. О деньгах своих и о продукции. Мы так не работаем, не делаем. Но если клиент хочет, пожалуйста, может. Но это уже на его риск. Мы показываем разные варианты. Клиент говорит, принимаю решение, загадаю у него. Соответственно, дальше включается следующий этап. Когда у нас счет оплачен, мы занимаемся проверкой договора. Мы работаем с поставщиком, который позволит... Переговоры с ним ведем, чтобы сделать договор в глазах клиента. Для клиента более приемлемы. То есть мы улучшаем себе условия работы, потому что нам надо все принять и оплатить. К примеру, давайте скажу, что окна, например, ты ставишь в дом. И неважно, окна, индивидуальная, любая мебель. То есть там по договору чаще всего проверяете, когда. Там стоит, что 100% оплаты ты им платишь заранее, когда у них еще на заводе чаще всего. Нам надо провести переговоры, переделать так, что 100% мы платим только, когда у нас смонтировано. А когда они привезли, допустим, конструктор какой-то сюда, вы тоже не оплачиваете 70%, потому что вы не знаете, что они привезли. Они могут набор дров привезти. Ведь нет, давайте я заказываю не кусочками, а целиком. Соответственно, в каждом договоре каждого поставщика будут условия выгодны для него. И наша задача провести переговоры, за что деньги-то платятся и берутся, как вы делаете в выгодном ситуации. Вы изучаете документы, проводите переговоры, вы знаете, как это делать. Вы этому научились на курсе, либо сами как-то в силу своей эрудиции, адекватности. Вы понимаете, как сделать выгодно. И вы делаете выгодно для клиента, и он за это платит. Тогда у вас, получается, все поставщики работают в одном ансамбле, выгодный для вас. А вы их за это обеспечиваете заказами. Не дешевыми, то есть не самыми дешевыми. То есть эта тема хорошо работает в сегменте от бизнеса и премиума, в принципе. Вообще отлично. В сегменте эконом нечасто, я думаю, что... То есть там, скорее всего, люди будут пытаться что-то сами найти, где-то купить подешевле. Такое часто бывает. Поэтому вот так. На самом деле не всегда и в премиум это работает, и не всегда в бизнес. Потому что есть люди, которые сами хотят повыбирать. Им прикольно, им интересно. И они сами берут на себя ответственность и делают выбор. Ну, сами, короче, ездят, выбирают. Тоже с этим ничего не поделаешь. Просто есть такие люди, им это нравится. И у них нет в ценностях экономии денег. У них деньги есть, они не парятся. Им интересно повыбирать самому и сделать, может быть, не суперидеально, как мы решили, а по-своему. Это тоже нормально, с этим можно относиться с пониманием. Название книги. Энциклопедия, дизайн и комплектация. Да, спасибо за ссылку. Заказывайте, с автографом пришлю, там можно оформить. Что значит базовая и полная комплектация? Верная для себя поняла, что в договоре сразу прописай все пункты, которые входят в базовую, какие вы расширены. Смотрите, в договоре вы пишете в базовую, это на дизайн проект, а расширенные – это отдельный договор на комплектацию. То есть это два договора. Обязательно два. В этом-то и смысл главный. Что в договорный дизайн проект в любом случае входит ведомость спецификации. Ведомости входит не в спецификации, а в спецификации у вас идут уже в результате второго договора на комплектацию. Надеюсь, понятно объяснило. Короче, ведомость – это у вас, что там внутри находится, как оно должно выглядеть, сколько по площади, и что за материал. А спецификация – это где купить, это уже, наверное, маркетинговое исследование. Спецификация – это артикул, количество, заказы и все остальное. Уже более детальная информация, более конкретная с учетом закупок и всего остального, я имею в виду дополнительных запасов по площадям. Так, комплектатор занимается логистикой или только подбор и приемка материалов. Как договоритесь, это входит в состав работы. Я в целом, мы занимаемся логистикой, потому что мы заказываем доставку, это несложно. Зачем клиенту этим заниматься? Это можно взять на себя и взять за эти деньги. У нас Яндекс.Такси работает, доставщики работают, всякие сдеки, деловые линии и так далее. Деловые линии всегда побитые приводят. Кстати, грузы застрахованы, бывает часто, что несколько раз они уже выплачивали компенсацию. У меня непонимание, когда стоит начинать продавать услугу, я сразу стараюсь закладывать позиции реальные, чтобы их уже в визуализацию включать. Они потом… Да, можно такое. Смотрите, это нормально. Вот Светлана спрашивает, когда вы можете действительно реальные позиции все заложить, это не проблема. Потому что комплектация, выбрать позиции, которые мы закладываем, это полдела. Самое-то главное, вот выбрана у вас доска, выбрана у вас, допустим, вот это вот кресло выбрано, окей, вы заложили. А где ты будешь их покупать? Ты можешь купить в интернет-магазине, ты можешь там самостоятельно заказать в Китае, можно заказать из США доставку, допустим, из американской мебели. Можно это сделать индивидуально по каждому отдельному креслу, а можно в совокупности на весь дом через кого-то. Надо выбрать материал, какого будет, да, какого будет там цвет, чтобы вот этот вот, допустим, дуб сочетался вот с этим дубом, да, чтобы они были идентичны. Вот эта вся работа – привезти на объект вовремя, сделать склад, выбрать, проверить, что там привезено, оно не покоцано, если покоцано, реставрация, ну и так далее. То есть там целый комплекс услуг, а не только выбрать. Это кажется, что дай-ка я сейчас выберу, просто поставлю в дизайн-проект. На самом деле там много всего. По сути, комплектация позволяет нам сделать из виртуальности реальность. Вот это что. А заложить вы можете все написать, я вам могу полностью там все материалы дать, ну иди покупай. Если ты хочешь сам купить, можешь купить сам, да, у тебя получится. Ну, как бы у любого, в принципе, разумного человека получится сделать себе комплектацию. Это не на марш полететь, да, это несложно. Но этим надо заниматься. И заниматься правильно, чтобы не было ошибок. Клиенты не знают об ошибках, которые могут быть, соответственно, допускают их, либо потенциально допускают. Если вы предупреждаете об этом, говорите, спрашиваете, в форме вопросов задаете, а кто у вас занимается этим или тем, кто у вас будет принимать, кто у вас будет проверять артикл по цветам, кто у вас будет считать остатки, кто будет артикл сверять, кто примет оборудование и положит его, чтобы оно не намокло под дождем. Если у вас есть ответ на эти вопросы, допустим, это делаете вы сами как клиент, либо прораб, вообще вопросов нет. Берите мою ведомость, берите мой проект, заказывайте, я вам не нужен. Если вам нужна в этом помощь, это мы одну позицию проговорили, а таких 200, то, пожалуйста, у меня есть услуга комплектации за 10% от стоимости, я обеспечу вам непрерывную поставку чистовых материалов, чтобы ни вы, ни ваш прораб не переживали об этом. Это будет на моей совести, на моей ответственности, с гарантией результата. Если так это все правильно донести, то 10% покажется мало. Когда ты рассказываешь, клиент счастлив будет отдать 10%, чтобы вообще к этому не притрагиваться. В принципе, 15% можно просить тоже разумно. Это вопрос, насколько ты понимаешь, что там внутри, насколько ты умеешь это все делать и насколько ты понимаешь, насколько это сложно для клиента. Такая вот особенность. Как защитить себя от того, что прорабатываешь комплектацию? Просчитаешь все, отдашь клиенту договор счета, а клиент с этой информацией идет куда-то еще, там видит цены, делает ему скидку, по финалу уходит к какому-то поставщику. Но если ты прорабатываешь комплектацию, Катя спрашивает, то логично, что клиент уже тебе заплатил деньги. Потому что зачем ты прорабатываешь комплектацию, считаешь счета и все остальное, если это делается бесплатно? То есть зачем? Такой вопрос, извините. Потому что в дизайн-проект не входят счета, в дизайн-проект не входит компания, которые поставляют, если вы не хотите дать дополнительным приложениям. Сейчас объясню почему, с юридической даже точки зрения. В дизайн-проект не входит смета и в дизайн-проект не входит количество и запас. Почему? Объясняю по пункту. Потому что если вы добавите туда компанию в дизайн-проект, где надо купить, в принципе, представьте, клиент будет реализовывать, и у него закроется эта компания. И у вас дизайн-проект будет недействительным. Он сможет обратиться в худшем случае, либо он к вам обращается, говорит, слушай, дружище, а вот ты сказал, в этой компании они уже не работают, они в кризис закрылись. Подбери мне, пожалуйста, новое. И вам надо будет новых подбирать. Более печальный вариант, если клиент пойдет в суд и скажет, у вас дизайн-проект не соответствует действительности по формальным признакам, что этой компании нет, я не могу воспользоваться, значит, верните мне, пожалуйста, деньги. Понимаете? То есть не подставляйте себя. Второе. Допустим, вы пишете смету. Пришел он в компанию, а там этой позиции нет, либо она дороже стала. Клиент говорит, ничего, не знаю, у меня в дизайн-проекте написано так. Включает дурачка, опять же идет суд, говорит, верните разницу. То есть понятно, что это абсурдное требование, но в суде без разницы. Там просто на самом деле бывают очень разные такие вещи встречаются. Зачем себя подставлять? Не надо. И третье, допустим, клиент говорит, что какой-то артикул, допустим, вы написали артикул, он приходит, заказывает его, а у него не совпадает. Вы должны реально, вы же понимаете, у меня был такой эксперимент, когда брал какой-нибудь 5.002, например, наберите просто в интернете, и у вас там 20 тысяч оттенков будет. У каждого производителя свое понятие о цвете. Как вы это сделаете? Как вы это пропишите вообще в договоре? Непонятно. Это все выкрасно надо делать. Поэтому так это объясняете и говорите, нам надо сделать выкрасы и принятие выкрасы, подписать отдельных договоров. Поэтому ни в коем случае. Смету не делаем. В общем, вот эти вещи не указываем. Поэтому не надо делать это отдельной части. Не путайте эту историю. Только это как бы сэкономит. То есть давайте так. Вот сейчас Кать спрашивает. Вопрос, как преподнести это клиенту, чтобы он заплатил, это вопрос переговоров и презентации. Согласны? Если вы умеете делать переговоры и презентации, клиент попросит у вас это сделать и сделает это за деньги. Если вы сами пытаетесь ему предоставить все это дело в надежде получить потом агентские и бонусы, то мне вас жаль. Не надо так делать. Я рекомендую одновременно взять деньги с клиента, и если будет необходимость и желание, получить еще бонусы с поставщиков, если захотите. Если захотите отдать эти бонусы клиенту, значит отдадите клиенту. Это уже ваше дело. Но по закону имейте право. И я за то, чтобы дизайнеры зарабатывали. Если еще раз говорю, за то, чтобы тоже зарабатывать, то в вашей ответственности научиться делать это грамотно, чтобы заработать деньги. У нас был случай, мы когда обучались, у нас Елена Крылова была, может быть, знаете, дизайнер такой, у нее классные объекты, очень здорово. Она у нас была, у нас был живой еще курс, в Таиланд мы выезжали. И придумали такую тему, она уже в моменте. Вам такое же упражнение не могу дать. Если кто-то сейчас уже ведет комплектацию, послушает сейчас меня, вы можете передоговориться с клиентом прямо сейчас. Вот. Рассказываю кейс. Мы обсудили вот то же самое, что обсуждали с вами. Дальше Елена такая говорит, окей, я пошла. На следующий день приходит, говорит, я позвонила клиентам и предложила им то, что я делала бесплатно, заплатить деньги. И говорит, 50% сказали, окей, вообще не вопрос. И заплатили ей деньги. И она в моменте как раз заработала много денег просто потому, что предложила. Поэтому такой лайфхак. Возможно, вы просто не берете деньги, поэтому клиенты не платят. Вы сами себя ведете так, что это как будто бесплатно. И клиенты такие, окей, это бесплатно. Так и должно быть. Перестаньте так себя вести, и вам будут платить. Вот и все. По мне же, как бы, нельзя сказать, что я хочу все бесплатно давать. Нет. Я вам рекомендую, если вы хотите финансовых результатов, не просто услышать, как надо, а реально заработать. Я рекомендую заплатить за это и пройти платное обучение. Это самое лучшее, что может быть сделано. Это реально так. Поэтому так же и вы делаете. Это нормальная, хорошая, взрослая позиция и покупателя, и продавца. Если вы хотите выгоды, если клиент хочет выгоду, то разумно за это заплатить. Вот с такой позиции нормально выходить, работать. Поэтому такой лайфхак можете попробовать использовать. Если у вас получится, то напишите. Значит, в крайнем случае что будет? В крайнем случае вам откажут. Скажут, нет, давайте-ка бесплатно. И тогда это вопрос переговоров. Значит, вы еще недостаточно умеете вести переговоры. Потому что при хорошем раскладе, если посадить, допустим, меня с любым клиентом, абсолютно точно я знаю, что в 100% случаев он у меня купит. Точно. У меня всегда так бывает. Потому что нет, если я понимаю ценность услуги, нет никакой разумной причины не купить. Кроме одной причины, одной, что клиент говорит, я это все понимаю, я хочу сам повозиться. Кроме эмоциональной причины, понимаете? Именно эмоциональной. Рациональной причины не заказать комплектацию нет. Ни одной. Вот такая вот суть. А если он эмоционально хочет сам, окей, пожалуйста, сам. Он сам хочет совершить ошибки, такое тоже бывает. Я общаюсь, у меня был клиент, он миллиардер, у него прям очень много денег. Я ему три дома делал больших. И он такой человек, я ему комплектацию не делал. Но он меня на выставку там провел, я ездил, значит, с ним мы должны еще поехать были в Китай, но случилось вот это вот безобразие с локдауном. Вот. Так вот, он сам ходит по рынку, ну, как бы по строительным, да, компаниям, сам выбирает. Ему прикольно. Ему реально прикольно. Ему нравится. Вот. И он мне присылает просто в Телеграм, в WhatsApp, то, что он нашел, и спрашивает мнение. Вот так. Не потому что у него денег нет, у него денег много, даже больше, чем нужно. Но ему просто интересно. Вот такие клиенты будут, такие люди будут. Вот. Но есть и другие, да, которые просто не понимают, вы должны продать. Как определиться, каким позициям мне выгодно, да, выгодно комплектовать проекты с точки зрения денег? Есть позиции, которые очень интересны заказчикам, но мне не выгодно, отличный вопрос, с точки зрения заработка. На них со всего объекта можно сэкономить 10-15 тысяч, и это без учета на уплату налогов. Стоит ли пытаться заработать в таких позициях? Ну, вы сами как думаете, Ксения, вы должны сами посчитать, стоит ли вам пытаться или не стоит. Это же зависит от того, какие у вас там затраты и что вы хотите по итогу. Непонятно. Есть такие хитрые клиенты, которые тоже это все смекают и говорят, а вот почему сейчас я буду… Почему вот мы кухню выбрали за миллион, и я вам должна 100 тысяч заплатить? Несправедливо. Мы же там всего полдня сидели. Как это так? Бывают у вас такие? Что с ними делать? В конце расскажу. Давайте, да, давайте в конце расскажу. Знаю, что ответить по кухне. О, давайте. Вот кто там у нас пишет, вижу, там бегают. Давайте, если знаете, отвечу. Напомните, в конце расскажу. Как правильно отдавать клиенту скидки и стоит ли это делать? Как хотите. Я люблю, чтобы мне платили. Я люблю, чтобы… Короче, я считаю, что зарабатывать – это хорошо. Прекратите считать, что зарабатывать – это плохо. Как только вы это поймете, к вам пойдут деньги. Как только вы разрешите себе и зарабатывать, и тратить, и покупать, и брать деньги, значит, доходы повысятся. Это такая, как бы, кажется, какая-то невероятная фигня в стиле успешного успеха. Но реально это так. Реальность подсказывает, что это действительно так. То есть именно модель поведения и внутренней установки, она дает нам возможность и доступ к деньгам. Сам в это все не верю, но эта хрень работает. Поэтому хотите отдавайте, хотите нет. Я люблю, чтобы мне платили. И давайте так. Когда клиенты мне платят, они делают это с удовольствием. Я за то, чтобы… Вот такая была ситуация. Что я разрешаю им оплатить мои услуги, либо мои продукты, либо работу со мной. Они счастливы от того, что они общаются и работают со мной. Вот такая позиция должна быть. Что для этого надо? Для этого не просто должна быть внутренняя какая-то такая, типа, я самый лучший. Нет. У вас должны быть реальные результаты, реальные кейсы, такие, чтобы клиент сам хотел это делать. Чтобы выгодно было с вами работать. Чтобы выгодно ему было вам платить. Вот в чем смысл. Сделать так, чтобы клиенту было выгодно вам заплатить эти 10%. А как это сделать? Это вопрос вашего продукта, вашего позиционирования и вашей пользы. А это уже работа над собой. Как клиент оплачивает услугу комплектации отдельно? Как услуга? Или мы зарабатываем на вознаграждениях от поставщиков? Ответил и там, и там. Ну, как бы, я за то, чтобы везде зарабатывать. Не вижу ничего в этом плохого и радуюсь, когда так получается. А как ему объяснить, что комплектация – это отдельная услуга? Он ждет полностью артикл цены поставщиков. Как объяснить? Зачеркните слово «как» и оставьте свой вопрос. Просто объясните ему, что комплектация – это отдельная услуга. И все. В принципе, больше ничего не надо делать. Скажите, как у вас указывается спецификация на примере «Лучше понятно». Ну, у меня сейчас… Давайте как. Что мы указываем в спецификации? Спецификация – это уже конкретно мы картиночку маленькую показываем. Это Excel-табличка, да? Там картиночка. Количество. Сколько нужно с учетом запаса. Запас, кстати, давайте нюанс вам дам интересный. Кто определяет запас, как вы думаете? Сколько должно быть запаса материалов? Пока отвечайте. Следующий пока расскажу. Значит, картиночка, запас, артикул, где купить, стоимость… Не помню, есть ли там стоимости или нет. Не знаю, не могу сейчас сказать. Примерно, по-моему, стоимость есть. Да, наверное, есть. Вот это вот я сейчас забыл. Есть ли там стоимости или нет. Или прайс-лис отдельно подкладывается. Так, 7-10%. На выборе 10%. Менеджер подрядчика. Всегда сама считаю. Дизайнер отдельно. Так, запас, запас. Ага, прораб. Вот, правильно, да. Смотрите, никогда не ставьте на себя задачу по выбору запаса. Вы должны спросить у клиента. То есть мы как бы… Смотрите, работа клиента какая? Деньги платить и риски определять. Вот, это работа клиента. Он ее должен выполнять. Соответственно, что такое запас? Это запас, что нам хватит, но при этом не останется лишнего. Это некая грань. Вот, и мы спрашиваем, сколько у производителя должно быть. Он, допустим, говорит, ну, обычно берут там 10% на подрезку. Прораба спрашиваете, сколько тебе надо? Он говорит, ну, 10% мало. Обычно там 15%, а то и 20%. Берите больше. И клиенту говорит, смотрите, у нас производитель говорит 10%, прораб 20%. Платить-то вам в любом случае. Мне-то какая разница? Вот, как ты выбираешь? Он говорит, если он говорит, допустим, 10%, то тогда прораб тоже ни при чем. Прораб скажет, я же говорил, что надо было 20% брать. Вот, но если останется больше, ну, то есть, тогда он будет решать вопрос прораба, получается. Поэтому наша задача, как умного менеджера, комплектация и дизайнера, который в этом всем шарит и разбирается, знает, какие проблемы будут, перераспределять ответственность. Не потому, что вы не хотите ее брать. Да нет, пожалуйста, я ответственности возьму сколько угодно. Я настолько ответственно подхожу к работе, что я гарантирую даже людям либо доход, либо экономию. Я знаю по цифрам, сколько они потенциально сэкономят, либо заработают. И я могу это гарантировать, потому что у меня есть технология. То есть, вот настолько я ответственно подхожу. Но там, где я не могу дать ответственность, я не знаю, сколько нужно на подрезку. Я на это не отвечаю. Я знаю, сколько написано у производителя и сколько прораб сказал. Все, у меня есть только данные. В этом случае я не беру на себя эту ответственность и передаю выбор клиенту, обеспечивая ему все данные для принятия решения. Понятна такая идея? Если вы все это научились делать, это не какая-то супертехнология. Это логические последовательные выводы, которые вы знаете, что делать, и вы ведете диалог с клиентом именно таким образом, отвечая на любой вопрос с точки зрения выгоды для него. И он за это платит. Добрый день. Жаль, что не видно предыдущих сообщений. По-моему, видно сообщение. Сейчас я попробую настроить сообщение. Давайте я потом настрою. У нас чат, я думаю, останется еще. И сообщение я настрою. Вот, да, уже настроил. Все, вернул. Сейчас должно быть видно. Спасибо за то, что сказали. Да, ребята, я вижу, кто-то вопросы задает здесь, в чате. Задавайте в Телеграме. Я их там вижу последовательно и смогу на них ответить сейчас или чуть позже. Так. Некоторые дизайнеры заключают договор на комплектацию за деньги. В ответы дают свои услуги поставщиков. Заказчик ценит такую услугу. Вы так делаете. Уже ответил. Заказчики ценят не только экономию. Давайте так. Не только в экономии у клиента польза. В основном польза клиенту, что будет сделано красиво. Что значит красиво? Значит, так, как было запланировано и как он хочет. И второе, без переделок, без траты времени его. Без головной боли. Многие люди бизнес-сегмента точно, они готовы за это платить. Многие эконом-сегменты тоже готовы платить, если они считают время. Даже если человек делает себе эконом-квартиру, например, но он понимает, что он занят на работе. У него есть час своего времени. Он знает, сколько час времени стоит. И ему, допустим, ковыряться с чем-то, приезжать, что-то менять. Когда он это будет делать? На выходных отдыхать, когда он будет. Если в будние дни, а как он будет работать? Если он на себя работает, у него в любом случае час времени есть. Тысяча рублей, две тысячи, пять, десять, пятнадцать тысяч рублей. Если у него час времени десять тысяч рублей, а у вас вопрос там на три тысячи, ему даже заниматься этим нет смысла. Ему выгоднее заплатить вам триста рублей, десять процентов, и вообще к этому не прикасаться. Это просто логично. Вот, соответственно, вы это все, зная, ведете диалог, понимая психологию человека. Опять же, есть неразумные люди, есть эмоциональные люди. Это тоже нормально. Но вы всегда можете задать ему вопрос, переключить их с эмоцией на разум. Это тоже можно. Это тоже в работе дизайнера входит. Это психология общения. Опять же, это не шаманство какое-то, это просто ты задаешь вопрос. И либо получаешь ответ, либо не получаешь. Переходишь в формате выгода. Как выступать с приемкой товара? Есть всякая мелочевка. Есть ли каждый раз ездить на доставку, то не наездишься. Хороший вопрос. Наталья спрашивает, как обеспечить? Правильно договориться с программой, чтобы он это принимал? И не будут ли вопросы у заказчика по поводу к этому дизайнеру? Вообще супер вопрос, на самом деле. Смотрите. Первое. Если по договору у вас стоит, что вы принимаете, то логично поступить так, что вы комбинируете грузы и принимаете их все в один день. То есть доставку осуществляете в один день. Это первый вариант. Вариант номер два. Очень классный. Я рекомендую продать клиенту идею, что неплохо бы рядом с домом, либо с объектом снять какое-то место, бокс, куда можно все складывать. То есть туда доставку осуществлять. Третий вариант. Можно договориться с прорабом, но в этом плане вы рискуете. Мы так как раз тоже делаем иногда, когда лень ехать, ну или там копеечная тема. Мы понимаем, что если прораб вообще запорит, либо примет что-то не то, то окей, мы купим заново. То есть нам выгоднее рискнуть и купить потом заново, чем ехать. Это мы понимаем сами. Вот поэтому здесь вы сами принимаете решение заранее. Если у вас есть сотрудники, то это проговаривайте, прописывайте и дальше уже действуйте по плану. По времени комплектации длится весь процесс строительства. Ну, чаще всего да. Ну, почти весь. При этом вы можете ее сделать там 2-3 месяца, но потом еще у вас будет поставка. Чаще всего да, все равно нужно. И, кстати, еще очень неплохой вариант. Брать за комплектацию ежемесячную оплату. То есть помимо процентов, еще 30 тысяч можно клиенту назначить легко. На курьерские услуги, на разъезды, на доставку материалов, на помощника. Как это делать? Очень просто. Еще никто не отказывался. Вы договаривались на 10%, говорите, смотрите, мне, чтобы оказать эту услугу, нужен будет помощник. Помощник на ваш проект, который будет работать фулл-тайм, он будет привозить, увозить, помогать писать, спецификации, сметы и все остальное. Будет 30 тысяч рублей в месяц, зарплата будет его. Все, говорите, мне он нужен. Окей, окей, нормально. Потому что в итоге все равно эта стоимость размазывается. Ну, может, не 30, может, и 5. Ну, мы 30 говорим. Это как бы минимальная такая вообще совсем ставка. На полставки условно мне нужен помощник, который обеспечит вам экономию в 2-3 миллиона. Ну, потому что мы считаем, когда экономия итоговая, она внушительная. От этого мы идем, от экономии. Ну, либо от экономии времени, что мне наличие помощника поможет вам с экономией там несколько дней или месяцев. Жизни. Поподробнее про типичные ошибки, пожалуйста. Ну, спрашивайте, что ж я вам буду книгу пересказывать. Мы сейчас, смотрите, чтобы был понятный формат, мы работаем под запросы. То есть, если лекцию, я могу вам книгу сесть и зачитывать. Но это займет нам неделю. Поподробнее в книге. Вот, кто еще подключился недавно. У кого нет книги. Энциклопедия дизайна и комплектация лучшее, что может у нас сделать для того, чтобы эту тему как бы начать смотреть. А самое лучшее, что можно сделать, это прийти ко мне индивидуально поработать до вашего результата. Я не знаю там, что у вас, что вам подробнее надо и как помочь вам заработать денег. То есть, моя задача найти способ, как вы можете из своей ситуации больше денег заработать. Вот, мне такие интересные задачи решать, а не рассказывать про типичные ошибки. Типичные ошибки не зарабатывать сколько должны. Объясняя это тем, что мои же клиенты не такие. Нет, клиенты все одинаковые. Более того, люди все одинаковые. Людям всем надо одно и то же. Четыре позиции. Продажа хорошо работает. Выгода, эмоции, отношения, социальная значимость, быть лучше других и безопасность. Всего четыре вещи. Все, нет других людей, которым надо что-то другое. Вот и все. Поэтому, не то, что ваши клиенты, все клиенты одинаковые. Вопрос, как вы с ними работаете. Так. Чек какой розницы или стоимость для дизайнера? Так, это что-то отдельно, да? Расскажите про эффективную работу с дизайнером в фрилансе. Как привлекаете и выстраиваете отношения? Ну, слушайте, эта тема тоже как бы делегирование и проведение студии, это не тема комплектации. Мы просто сейчас, боюсь, уйдем бы не туда. Вопрос я зафиксировал. Ну, в чате, наверное, обсудим потом. Я вопрос сохраню, я на них сделаю. Моя вообще идея, моя задача какая? Я вот как и Андрей, Сибирская ассоциация, все дизайнеры. То есть моя задача убрать неправильную последовательность, неправильную психологию, которая мешает дизайнерам зарабатывать. Проявлять себя, делать классные проекты и позволяет клиентам на них ездить. Я хочу, чтобы все достойные специалисты, умеющие делать свою работу правильно и качественно зарабатывали за это достойные деньги. Для этой цели я веду вот эти мероприятия, в принципе, бесплатно. Я пишу книгу и очень много лекций нам записал. То есть я делюсь знаниями, чтобы у вас все получалось. Пожалуйста, применяйте, используйте. На все ваши вопросы я постараюсь ответить постепенно. Вот поэтому вперед смотрите. И также моя цель – помогать людям, кто хочет лично работать, кто хочет не знать, как надо, а добиваться результата со мной. Те приходят ко мне на обучение, я их лично веду до результата в финансовом плане. Вот для чего и как это делается. Поэтому тема про делегирование, она тоже важна, но, наверное, не сейчас. Если будет какая-то конференция по делегированию, давайте, наверное, там разберем. Да, Андрей? Я думаю, нормально это будет. Это агентские поставщиков. Окей, так, вот обсуждение в чате там не введите. Обсуждение, пожалуйста, в чате нашего форума введите, а в группе наши только вопросы. Очень прошу, потому что иначе мне тяжело смотреть. Смоделировала в визуализации комплект мебели. Клиент просит заменить на покупные позиции, а таких нет. Что делать? Вы не обязаны это делать, если клиент просит. Если это ваш дизайн, если вы его сделали, потому что ваша работа по дизайн-проекту сделать как вы считаете нужно, за это вам платят. Это суть вашей работы. Если вы считаете, что должны быть позиции индивидуальные, вы, значит, закладываете индивидуальные позиции. Если по ТЗ это тоже указано. Вы в ТЗ должны заранее указать, что возможна индивидуальная позиция. Если это указано, то окей. Либо невозможны индивидуальные позиции, тогда вы строго и не должны их закладывать. Поэтому смотри договор, и дальше уже делай как хочешь. Если это вы не обсудили, то, конечно, могут возникнуть какие-то недопонимания, сложности. Но если не хотите поссориться, если не обсудили, то клиент в этом случае всегда прав. Запомните очень важную вещь. Если вы это не обсудили заранее, то клиент всегда прав. Только в этом случае. В остальных случаях то, что обсудили, можно доплатить. Это нормально. Да, с удовольствием заменю сейчас позиции, но работу там мы сделали. Это будет дополнительная работа, которая не входила в договор, будет стоить 17 500. Пожалуйста, оплачивайте счет, и я вам заменю под подборочку сделаю. Нормально же так? Хотите ли вы, чтобы у вас были другие позиции в проекте? Да. Зачем вам это надо? Потому что я хочу что-то там лучше позиции, либо дешевле что-то. Окей. Значит, разумно за это заплатить, если ты хочешь. А если не так бы и хотелось, то как бы и не надо. Если клиент не знает, что дизайнер получает процент с поставщиков, как здесь позиционировать свой заработок по комплектации? Не вижу противоречия. Хоть знает, хоть не знает, а и так знает. Без разницы. Заработок ваш в другом месте никак его не касается. Работан для клиента для того, чтобы обеспечить ему выгоды, которую он хочет. Это работа по комплектации. Ну, как бы, давайте так, это Светлана спрашивает. Это понимание сути услуги. Если такой вопрос возникает, суть услуги не до конца, как бы вам понятна пока. Может быть, вы чуть позже пришли, можно послушать в начале. Будет еще записи. Как быть с комплектацией начинающим дизайнеру, у которых скидки от производителей пока не очень большие? Ага. А, классный вопрос. Поэтому в плане комплектации для клиента выгодность пока не можем показать влияние. Ну, на самом деле, скидки не так важны. Это первое. Второе. Скидки практически у всех одинаковые. То есть, редко такое бывает, что вот у кого-то супер скидка, а у кого-то не супер. И даже если вы знаете, что в каком-то месте есть супер скидка, а у вас пока маленькая, значит, вы же понимаете, что кому-то из ваших коллег такую супер скидку дают. Соответственно, если у него наработан уже опыт, знание поставщики, вы можете с ним договориться. У кого-то скидка, например, 20%, а у вас 10%. Вы находите того, у кого 20%, говорите, давайте через тебя сделаем, у тебя будет объем. Тебе будет 3%, мне 17% или 5% или 15%. Все лучше, чем 10%, а тому тоже приятно на халяву деньги получить. То есть, это смекалку включайте. Вот, если такое есть. Но по факту такого редко бывает. Практически со всеми можно договориться о одинаковых скидке. Почему? Очень просто, потому что задача продавцов и поставщиков не пытаться с вашего что-то там выжать, вот эти проценты, а задача продавать больше. У них производство стоит и поставки стоят. Поэтому чем больше они продадут, тем лучше. Склады опустошат. Поэтому это вопрос переговора, всегда можно договориться. Если вы находитесь с таких, кто не договаривается, да меняйте их. Меняйте их и все, берите те, кто договаривается. Не работайте с теми, кто плохо к вам относится либо не понимает сути вопроса. Не работайте с ними. Сейчас достаточно поставщиков, с которыми можно работать. Нормальных меняем. Я не вижу проблем. Смотрите, не со всех надо деньги получить. Я сейчас говорю, чтобы не было такого ощущения. Давайте важный отмечу момент. Будут говорить, что Орехов только про деньги. Нет. Я почему так говорю? Потому что у многих с этим проблема. Даже вот если кто-то говорит, что почему Орехов только деньги хочет получить. Не ради этого. Это просто отношение такое. Это не всегда. Иногда мы просто ставим поставщиков бесплатно, ни с кого деньги не беря. Иногда мы клиентам бесплатно делаем что-то, потому что мне так хочется. Но я могу себе это позволить. Я не испытываю нужду в этом. Если я хочу кому-то что-то сделать бесплатно в подарок, я это делаю. Но это мое решение от силы, а не от того, что меня кто-то прожал. Да, мы очень часто работаем бесплатно, советуем. Я делаю рекомендации бесплатные. Не со всех пытаюсь копеечку какую-то поиметь. Нет, я очень много делаю бесплатно, но это уже мое решение. Я хочу, чтобы у вас было ваше решение давать скид клиенту, отдавать деньги, не отдавать, а не то, как хочет клиент или как хочет поставщик. Вы должны быть инструментом своей профессии, своей работы. Только от вас это зависит. Вот такая главная тема, мне кажется, важная. Если вам это близко, тоже напишите. Мне будет интересно, какое ваше мнение. Что да, зарабатывать надо, но где не хочешь или считаешь неправильным, либо хочешь подарок делать, сделайте подарок. Подарок можно делать, нужно. Подарки делать хорошо. В принципе, вот я вам тоже сейчас подарок некий делаю. Я вам рассказываю огромный опыт, огромное страдание, проблема и отвечаю на все вопросы, которые у вас есть. Пожалуйста. Деньги не беру. Пожалуйста. Используйте. Это важная часть. Умение, желание делиться. Но это не потому, что меня кто-то заставил, а потому, что мне приятно с вами поделиться, чтобы у вас не было ошибок. Такая моя цель. Вот и так же вы можете с клиентом и с поставщиками поступать, поэтому как хотите, так иди. Это нормально. Так, получается, что если проект без комплектации, то в самом проекте не указывается артикл, ни материалов, ни освещения, ни прочего. Это мы уже обсуждали, это вы как хотите. Это отдельная тема, как она должна быть. О, я вижу, вопросы заканчиваются. Это очень хорошо. Интересно, в чем плюс снять склад для всех материалов комплектации? В том, что вам не нужно делать доставки. Вы один раз все завезли, вы комплектацию сделали, у клиента есть склад упакованный, вы работу свою сделали, получили деньги и занимаетесь другим проектом. А у клиента все есть на месте. То есть выгодная работа не на 6 месяцев растягивать, а сделать ее за 2 месяца. Вы просто денег больше заработаете. Быстрее. Если, Евгений спрашивает, если, допустим, посылается косячную испанскую плитку через 3 месяца ожидания, то есть надо ждать еще 3 месяца. Ну, во-первых, да, такое бывает. Первое. Второе. Нужно ли ждать или не ждать? Это вопрос, который надо обсудить с клиентом. Либо ждать, либо не ждать. Что-то другое подобрать. Кто будет нести потери за нарушение сроков? За потери за нарушение сроков будет вести тот компания, на которую осуществлял доставку. Соответственно, поставщик. Дизайнер или поставщик? Конечно, поставщик. Если только в том случае, если вы сами являетесь с поставщиком, у нас некоторые ученики мои сами доставляют. Но за это они получают, они как дилеры выступают. Я тоже, кстати, такое делал, но редко это делают. Отдельный бизнес тут. Все не надо процесса. У них просто салон свой по штукатурке, по краске, по мебели, там еще чему-то. И они сами являются поставщиками. И они получают 40% дилерскую скидку. Соответственно, если там что-то пришло не по их вине, они это компенсируют. У них это заложено в цене. Когда вы получаете как дизайнер 10%, у вас не 40% есть вот эта вот маржа, вы занимаетесь только сервисом. Поэтому вы не можете нести и не должны. Какой процент заложен в неустойке в договоре на такие случаи? Таких случаев в договоре нет, не бывает. Какие обязанности вы ставите перед своим помощником по комплектации, что делает он, что дизайнер? В основном дизайнер-комплектатор делает суть работы. Он умеет сделать презентации, дизайн проекта, разделив под задачи поставщиков. То есть, по сути, он занимается маркетингом, если по-хорошему. Как это странно бы не звучало, хороший комплектатор – это человек, который знает маркетинг. Что такое маркетинг? Это когда у тебя есть продукт некий, или идея, которую тебе кому-то надо продать, и ты ее адаптируешь под особым углом, под особую аудиторию, под свою. Тогда получается, что ты берешь дизайн-проект как продукт. Если просто ты отошлешь дизайн-проект производителю сантехники, он не будет разбираться. Думаю, блин, там целый дизайн-проект, мне разные листы смотреть. Ну, тяжело. То есть, в идеале ему надо сделать, по сути, исполнительную схему, чтобы ему облегчить работу. И ты это делаешь сам по упаковку, то есть ты еще упаковщик упаковки по облегчению работы. И дальше ты занимаешься тем, что доставляешь эту информацию поставщику. Соответственно, тогда у вас получается облегченный процесс коммуникации, а значит, больше вероятность откликов от людей. Вот, допустим, если ты просто отошлешь дизайн-проект по компаниям, которая занимается, например, сантехникой, из 20 тебе ответят 2. Из 2 один пришлет коммерческое предложение, ну, например. Если ты им оформишь это как надо, как запрос, то ответят уже не 2, а 5 или 6. Из них 3 пришлет КП. А твоя работа заключается в том, чтобы КП собрать. Если ты понимаешь, что твоя работа заключается в том, чтобы КП собрать побольше поставщиков и предоставить клиентам, то ты должен сделать все, упаковать это предложение так, чтобы поставщики нам, как клиенты уже в этом случае, отправили. Понимаете логику вот такую? По сути, это то же самое, как мы ищем клиентов. Одинаково, вот кто-то спрашивал еще, как делегирование. Одинаково. Мы строим воронки маркетинговой по привлечению лучших сотрудников, по привлечению лучших клиентов и по привлечению лучших поставщиков. Смысл, в принципе, одинаковый. Значит, получается, вот эта книга, как она сделана? Она трехсторонняя. Почему трехсторонняя? Потому что здесь и поставщик, и клиент, и дизайнер. Она сделана как энциклопедия, специально даже вот эта тема, что энциклопедия. Как по-хорошему было эту книгу делать? Делать ее не такую толстую, а для каждого отдельно сделать свое. То есть для поставщика только поставщиков, для дизайнеров только дизайнеров, для клиентов только клиентов. Тогда было бы три книги. Это было бы релевантно. Понимаете? Но почему я так не сделал? Опять, чтобы было понимание. Потому что мне пришлось бы продавать три раза книги, а продажа стоит денег. Мне проще один раз продать. И как я делаю так, чтобы вы покупали, и вам было интересно, если вы дизайнер, а не поставщик. А там для поставщиков глава. Я вам продаю идею, объясняю, что вы со стороны дизайнера смотрите, как мыслят поставщики. А поставщикам, говорю, смотрите, как мыслят дизайнеры. И как на это все смотрит клиент. То есть я показываю пользу с разных сторон, с разных прочтений. Но по-хорошему, по-хорошему, лучше было бы разделить на три части. И вот деление на три части, и потом трансляция этих частей в поставщиков, это вот то, что делает как раз помощник. Понятная идея? Это маркетинг, то, что я сейчас сказал. Вы делаете продукт, либо его делаете один большой для всех, но тогда вам легче его продвигать. Либо, ну как, дизайн-проект. Либо вам нужен результат. Директ-маркетинг, да? Тогда вы делите на части и продаете. Я не знаю, насколько вам это понятно. Эти штуки, вот то, что я сейчас сказал, эта штука позволяет продавать на миллионы, чтобы вы понимали. Это вот реально очень важная вещь. Это тоже про комплектацию, тоже про дизайн, тоже про… Это, короче, это важная вещь. Не тема, но важная. Как пример привел. Чем конкретно отличаются ведомости от спецификации, спрашивает Юлия. А вот еще Юлия там выше, сейчас скажу. В ведомости у вас нету запасов, нету цены, нету точных артикулов. Все остальное одинаковое. Как делать комплектацию со строительной фирмой? Например, ты подобрал кухню, и строительная компания предлагает своего человека. Лучше так не делать. Там не будет ничего хорошего. Почему? Потому что строительная компания точно не делает это по методике, указанной вот в этой книге. Вам лучше всего делать по методике. Тогда вы заработаете денег. Если кто-то делает это как-то по-другому, очень редко такое бывает, наверное, даже ни разу такого не было. У вас нету тогда добавочной стоимости. У вас ценностей нет, если вы кому-то отдали. Соответственно, и денег вряд ли вы получите. Какие обязанности? Так, это уже было. Это уже было. Сколько у нас времени еще? Видишь, там уже Андрей появляется. Позавершаем. Я тут могу отвечать, пока вопрос не кончится. Как вы аргументируете, что клиент должен заплатить за комплектацию еще до получения агентских поставщиков? Ну, очень просто. Ольга спрашивает, как? Ну, а как вы аргументируете, что клиент должен заплатить вам аванс за работу? Ну, потому что внимание к твоему проекту стоит денег. То, что я сейчас с вами общаюсь и работаю, и буду работать над вашим проектом, это я должен забаронировать свое время. Потому что я либо с вами занимаюсь, либо беру другого клиента. Как бы логично, если вам ценно, подтвердить свои намерения оплатой. Но если нет, то делайте сами, я возьму другой проект. По сути, чтобы это показать, надо позицию такую, что у меня есть другие проекты, у меня есть другие клиенты. А что для этого надо? А для этого надо, чтобы у вас реально были другие проекты и другие клиенты, чтобы у вас очередь стояла. А это задача маркетинга. Ну, по сути. Упаковки своей правильной, позиционирование маркетинга. Как только вы это делаете, вам супер легко становится продавать что угодно, потому что у вас нужды нет. Как только уходит нужда, а это читается всегда по глазам. Мне важно, чтобы он купил. Он сейчас откажется, и все, у меня тяжело будет. Да нет, какая разница. Откажется, и слава богу. И ничего страшного. Значит, он не понял. Значит, ему это не надо. Возьму тех людей, которым это надо. И все. Это самая лучшая позиция. Поэтому она решается чаще всего, работая над собой, упаковкой, привлечением к клиентам, и потом уже продажа. Если все твои коллеги делают бесплатно, не выделяя ее из договора, как объяснить клиенту, что ты ее будешь делать платно? Во-первых, он же не приходит, клиент к вам за комплектацией. Комплектацию вы делаете уже, когда дизайн-проект готов. Соответственно, вы можете вообще не обсуждать комплектацию до дизайн-проекта. Сделали дизайн-проект, и у вас какое преимущество перед коллегами? Очень простое. У вас есть доверие клиенту. У клиента не стоит вопрос экономить вот эти сколько-то денег. Ему задача отдать в работу тому человеку, которому он доверяет, в которое ему сделают до результата. Это психология. То есть никто не будет... Ну вот смотрите, ходите, вы, например, зуб лечите зубному врачу, допустим. И вам там делают, например, год делали там зубы, да? Но еще не закончили, два месяца. И вы узнаете, что где-то там на соседней улице открывается новая зубная клиника, а там делают на 20% дешевле. То есть вы что, пойдете доктором менять своего? Ну и вряд ли, мне кажется. То есть вы все равно пойдете доделывать туда. Вы не будете экономить. Поэтому задача сделать так, чтобы комплектация для клиента была в разделе важности, как личное здоровье, к примеру. А это уже вопрос, опять же, маркетинга и продаж. А это можно легко делать, если ты понимаешь суть. Понимаете? То есть такого вопроса, в принципе, не должно стоять, если вы продали идею. Так. Как быть с клиентами, у которых не хватило денег на всю запланированную мебель? Например, ремонт авторский закончился. Не знаю, спросить, как они будут теперь в этой ситуации. Что делать? Я не знаю, как. Мне реально интересно. Я бы спросил так, что вот смотрите, у вас денег не хватает, что вы будете делать? Когда заработаете денег, можете спросить. Может быть, вам помочь? Посоветовать ему курсы. Отправьте их ко мне. Я их научу зарабатывать деньги ваших клиентов. И они доделают вам. Я без шуток. То есть я не только с дизайнерами работаю, я с предпринимателями работаю и помогаю им зарабатывать деньги. Вывожу на миллион. Эта технология, она отработана уже много раз. Поэтому отправляйте их ко мне, они заработают со мной миллионы и заплатят вам. Вы еще процент получите агентское вознаграждение. Можно так? Ну, реально можно. Да, так можно. В любом бизнесе я могу повысить продажи или придумать новый бизнес. Эта технология, это делаем много раз. Есть отзывы, есть результаты, все есть. Приходите, пожалуйста. Приводите своих клиентов. Как можно предотвратить следующую ситуацию? Подготовил и провел всю работу, предложил клиенту, а на выбор решения он ушел с предложением и сказал. Во-первых, ошибка уже на этой стадии. Подготовил, предложил. Кажется, что вы очень много суетитесь для того, чтобы пытаться продать, а клиент еще не спрашивал, надо ли ему это или нет. Причем договоренность была отдельно. Все скидки клиенту и поставщикам об этом уведомили. Договоренности чудесным образом меняются, когда они теряют ценности. Это тоже надо понимать. Поэтому деньги вперед. Менеджер поставщика при встрече с клиентом предложил кухне ту же самую с комплектацией на 1 миллион дешевле. Заказчик посчитал, что он должен платить за такую работу. Окей, да. И посчитал, что его обманывают. Вполне справедливый вывод. Как учесть такое будущим клиентам и о чем с ними говорить? Ну, давайте так. Мика Роси Роси Дизайн пишет. Отвечая на этот вопрос, в целом это комплексный вопрос, который решается презентацией правильной системы работы и ценности, которые вы доносите до клиента. Ценности экономии, ценности экономии времени либо денег. Когда меня клиент спрашивает, а вы гарантируете, что у вас будет самое дешевое? Вот давайте я вам заплачу. Например, бывают такие клиенты, которые все-все понимают, но все равно хитреца найдет. Они говорят, ребят, давайте я вам заплачу, но вы гарантируете, что мы самое дешевое найдем и точно сэкономим. Я говорю, нет. Не факт. Не факт, что найдем самое дешевое, не факт, что я рекомендую вам самое дешевое покупать. И, возможно, если вы будете искать сами долго и упорно, вы найдете даже дешевле. И, скорее всего, даже так и будет. Ты понимаешь, что ты покупаешь? За что ты платишь деньги? Не за это. Если тебе нужно самое дешевое, найми секретаршу. Вот тебе Яндекс.Диск, этот самый Яндекс или Гугл. И ищи там. Ты вообще не это покупаешь. Ты либо не понял, тогда давайте еще раз расскажу, что там внутри и зачем тебе платить, если тебе это надо. Либо, если не надо, занимайся сам. По-моему, о разных вещах говорим. Но в целом вот такая вещь. Если клиент не понимает, вы ему недорассказали. Если вы недорассказали, вы сами не понимаете. Если сами не понимаете, то, соответственно, надо понять. Для этого вы здесь. Я отвечаю на вопросы. И вот другие спикеры, наверное, тоже будут рассказывать. Возможно, свои какие-то вещи. Да, кстати, хочу сразу же сказать, что у вас будет много разных спикеров. Кто-то будет, может быть, рассказывать что-то другое. Это их мир, их позиция. Вот у меня работает так. Работает очень хорошо и работает у сотен наших учеников, выпускников. Может быть, кстати, здесь тоже есть. А если кто у нас проходил, учился на комплектации, напишите, кстати. Если да, напишите, что вот я проходил, учился. И у них все получается. Кто действует по плану. Поэтому за других не скажу. У меня такая позиция, она работает. Как бы дойти заказчикам именно к моим поставщикам, чтобы он купил у них, я получил вознаграждение. Так и сказать, что эти поставщики работали уже с нами. Покупая у них, у вас риск уменьшается. С учетом, что я сделал комплектацию дизайна, авторски веду, не веду, не знаю, куда они покупают. В принципе, никак вы не можете это решить, если вы не ведете. Просто можете сказать, хотели бы вы снизить риски. Если да, то вот есть эти поставщики. Да, значит, они чуть дороже, но у них риски минимальны. Если ваша задача меньше заплатить, возможно, вы найдете кого-то дешевле. Если задача сделать гарантии, вот эти ребята, я опять же, я за них не отвечаю. Это не мои друзья, или там даже друзья, но я за них все равно не отвечаю. Они делали на пяти моих проектах, и получилось вот так, как картинки показываете. Это человек, который, если проходят какие-то ошибки, то он их исправляет. Это такой человек. Дальше с этими выводами делай, что хочешь. Он может пойти, а может не пойти. Вы никак не можете на него повлиять, на него запросы. Андрей, все? Да, Стас, уже время у нас подходит. Спасибо тебе огромное. Я думаю, что мы подготовим вопросы и подготовимся к другой лекции. Однозначно, тема комплектации очень важна. У нас было более 650 человек в чате, в зуме. Это действительно большая такая профессиональная тусовка и большая профессиональная боль на самом деле. И комплектация для нас, для дизайнеров, это хороший способ зарабатывать, зарабатывать легально, более 50, возможно, процентов даже от собственного дохода. Сколько осталось? Статистика, короче, есть. Я вот провожу тоже консультации и с людьми общаюсь. Я спрашиваю, у кого сколько получается продавать, мне стандартное, говорит, в 2-3 раза. То есть, если проект стоит 3000, например, то люди продают комплектацию и реализацию еще на 300-600. То есть, вот это стандартная позиция. Абсолютно. Те люди, которые делают комплектацию правильно, в 2-3 раза больше, чем на проекте. Это статистика, собранная, ну вот за последнее время я целенаправленно опрашивал и собирал. Поэтому к этим цифрам надо стремиться. И у меня такая же, кстати, вот я вам рассказывал кейс. Я вам в чат сейчас выложу кейс, как я расписал дом, вот то, что я вначале рассказывал. Очень круто, да. Я думаю, что нам всем надо к этому стремиться. И какие-то документы, да, Стас, если есть возможность, выложи, потому что у нас еще будет ряд специалистов, наших дизайнеров, коллег, которые будут делиться своими кейсами, будут выкладывать свои документы, как они ведут, комплектацию, какие-то графики комплектации, договоры и прочее, прочее. Поэтому нужно выбирать что-то для себя, смотреть, как говорится, передовой опыт перенимать. Это очень важно для того, Андрей, слушай, короче, порекламируемую книгу в завершение. Скажи, чтобы все купили, у кого нет. Давай, давай. У меня такая книга есть. Я хочу сказать, что я ее читаю периодически, и в ней очень много интересных глав. Это не только энциклопедия дизайнера, да, это энциклопедия того, как правильно работать с поставщиками, как их правильно выбирать. И вот у нас уже на связи есть Александр Натальченко, это компания «Строй дизайн». Это следующая лекция будет. Вот Саша тоже знает, что мы, когда общаемся с нашими партнерами, компаниями, многие такие вещи, ну там, понятийный аппарат, так скажем, берем из этой книги, которую написал Стас. Очень полезная книга. Мы в свое время, помнишь, Стас, объявляли акцию и продавали у нас в Сибири, ну их достаточно большое количество. Поэтому, ну не знаю, давай договоримся об акции какой-то для участников курса по комплектации, но чуть попозже. И я скину какие-нибудь там промокодики, которые будут очень интересны, и все смогут твою книгу взять. Потому что у тебя, я так понимаю, это уже второй выпуск, второй тираж, первый тираж разошелся, сам, ну как бы видел. Плюс мы твою книгу 25 книг подарили в Томске на участникам курса, да, по-моему. Плюс... Спрашивают, только не будет. Спрашивают, книга может ли дешевле. Нет, если вам как бы цена вопроса там 200, 300, 500 рублей именно играет роль, вам книга не нужна. Вам точно не нужна. То есть принципиально она не будет дешевле, но я могу дополнительные бонусы какие-то дать, это можно, но цену поддержать мы не будем. Неправильно будет. Да, да, я согласен. Стас, отлично, мы проработаем этот вопрос. Спасибо тебе большое. Спасибо всем, всем удачи. Давайте в завершение. Всем уверенности в себе, знания, умения маркетинга, продаж, понимание технологии комплектации, то, что мы сейчас обсудили, то, что вам сейчас дадут другие спикеры. Внимательно слушайте, посещайте мероприятия. Спасибо огромное, Андрей Вородаеву, тебе персонально и Сибирской ассоциации за то, что поднимаете важные темы и двигаете индустрию вперед. Все, всем пока. Спасибо, спасибо тебе большое.